С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 18 февраля. В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции МВД Российской Федерации. Именно они обеспечивают порядок и раскрывают преступления на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, охраняют безопасность пассажиров, грузов, предотвращают террористические акты, а также ведут поиск и арест преступников, которые находятся в федеральном и даже в международном розыске. Также сегодня день продовольственной и вещевой службы вооруженных сил России. Как не вспомнить знаменитую солдатскую поговорку «Война войной, а обед по распорядку». В этот день появились на свет 1690 год. Алексей Петрович, царевич, сын Петра Великого. Был начитан, знал несколько языков. В качестве наследника престола выполнял поручения отца в ходе знаменитой Северной войны. Потом путешествовал по Западной Европе для продолжения образования, а также выбора невесты. Это дело очень важное. Вызвал гнев Петра I и угрозу устранения от престола наследия и пострижения в монахи из-за нежелания порвать с противниками, проводимых царем реформ. В итоге был казнен. В 1745 год рождается Александро Вольта, итальянский ученый и изобретатель электрических батарей. Его работы посвящены электричеству, химии и физиологии. Вольта изобрел ряд электрических приборов. Например, электрофор, электрометр, конденсатор, электроскоп. В честь Вольта его коллеги и ученые назвали единицу измерения электрического напряжения. Вольт. В 1784 год рождается Николо Паганини, итальянский скрипач. Легендарная фигура, композитора и виртуоза начала 19 века всегда окутана тайными легендами. Он икона и недостижимый идеал всех скрипачей. Мастер, который бросил вызов всем музыкантам. Широкой публике скрипач известен по историческим анекдотам, умению играть всего на одной струне и нечеловеческой способности пробуждать страсть в сердцах своих слушательниц. А в 1921 году родился композитор Оскар Фельдсман. Огромное небо, белый свет, венок Дуная и даже манжирок – это только лишь некоторые песни этого известного композитора. 1935 год. Еще один музыкант, композитор Геннадий Гладков приходит в этот мир. Заслуженный деятель искусств России. Автор оперы «Старший сын», балетов «Вий», «12 стульев», мюзиклов «Бременские музыканты», «Дульсинея Табосская», «Тиль» много писал музыки к спектаклям и фильмам. 1952 год, день рождения Александра Барыкина, певца. Став профессиональным музыкантом, выпускник Гнесинки, на секундочку, приступил к выступлениям с ансамблем «Веселые ребята». Вскоре появляется новый музыкальный коллектив под названием «Карнавал». Это была группа, которая буквально взорвала мир любителей рока. Потом появляется альбом «Ступени», который оказался весьма популярным. Ну а песня «Букет» представила Барыкина уже как самостоятельного певца. А о «Карнавале» упоминали только вскользь. 1953 год, рождается Аркадий Купник, эстрадный певец, а в 1954 году Джон Травольта, или Траволта, американский актер, певец и танцовщик. Год 1974, день рождения Евгения Кафельникова, российского теннисиста, олимпийского чемпиона. Ну а теперь некоторые события 18 февраля. Год 1855, вступление на престол Александра II Освободителя. Императора, при котором была произведена отмена крепостного права и проведены реформы, которые модернизировали русское общество. 1885 год, публикация «Приключения Геккельбери Фина» Марка Твена. Книга знаменита яркими описаниями народа и местечек вдоль по течению реки Миссисипи. Ну и стала своеобразным продолжением истории, связанной с Томом Сойером. Год 1911, первый официальный полет совершает французский пилот Анри Пеке на биплане Хамбер. Год 1930, впервые в истории США в воздух поднимается корова по кличке Эли Фарм Оли. Естественно, она туда забирается не по своей воле. К тому же, во время полета она дает молоко, которое расфасовывают в бумажные пакетики и сбрасывают на маленьких парашютиках над Сент-Луисом. Видимо, это была такая своеобразная рекламная кампания. Год 1986, Борис Ельцин избран кандидатом члены полетбюро ЦК КПСС. У Ельцина, который стал первым секретарем московских коммунистов, не было здесь своей команды. Он будет кандидатом члены полетбюро почти полтора года. Это продолжительный срок. Других кандидатов рассматривали значительно быстрее. Как считают историки, он оказался в положении один против всех. В итоге демонстративно отзовет свою кандидатуру во время скандальной речи в октябре 1987 года. Правду о которой доподлинно до сих пор мы не знаем. Ну и последнее. 1930 год. Американский астроном Клай Томбо обнаруживает девятую планету Солнечной системы Плутон. Название предложила внучка библиотекаря из Оксфорда, которая принимала участие в специальном конкурсе. Сейчас Плутон убегает от Солнца, температура на нем падает, и скоро атмосфера превратится в некое подобие снега. Поэтому в 2006 году Плутон перевели в ранг карликовой планеты Солнечной системы. Как говорится, кто слишком высоко летает, тот иногда низко падает. Помните об этом? С вами был Николай Пименко в проекте Дата.